И завоевывает третье место. А сейчас мы узнаем, кто стал в этой категории чемпионом. А вот сейчас самое интересное, вот о Сереже Назарове я рассказал. Вот Сергей Назаров сейчас выступает в финале весовой категории до 75 с Игорем Исайкиным. Игорь Исайкин четырехкратный чемпион мира по боевому самбо. Восьмикратный чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Вот и Игорь Исайкин синий пояс, синий шлем, красный пояс, соответственно, Сергей Назаров. Хорошие бойцы. Сейчас посмотрим. Хочу сказать, в принципе, равные, может быть. Видим, и один, и другой борются. Сергей Назаров, кстати, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо прошлого года. Вот. Игорь Исайкин, еще раз повторюсь, чемпион мира четырехкратный. Так что, пожалуйста, реально, кто победит, тот победит. Действительно, работают мастера. Исайкин более уверен, вы видите, уже выполнен один бросочек. Сейчас Сергей Назаров пытается выполнить бросок. А гимн не получается? Да, ну, Игорь... Хорошо защищает все. Игорь Исайкин достаточно опытный в борьбе со временем. Призер России по самбо, еще по юношам, по юниорам. Он даже был призером мира по самбо. Кстати, начинал он с самбо. Затем ушел служить в вооруженные силы и уже переквалифицировался на армейский рукопашный бой. И, наверное, благодаря, в том числе, занятиям армейским рукопашным боем, пришли к нему успехи в боевом самбо. Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Ну, Сергей Назаров немножко как-то скованно ведет себя. Наверное, чувствует, что более именитый соперник перед ним. Вот, Игорь Исайкин, видите, проводит удары одиночные, доходят до цели. Сергей отвечает. Ну, приятно мне, честно говоря, смотреть за Игоря Исайкиным. Действительно, человек, который именитый, который уже состоялся, а тем не менее работает. Работает над собой, совершенствуется. И хочу сказать, он еще, помимо всего, и прекрасный тренер. У него великолепные детишки, которых он готовит лично сам. Когда успевает, умничка. Тренер должен быть авторитетом для учеников. В этом плане он действительно авторитет. Просто, как правило, как исключение, когда тренер является и таким спортсменом высокого уровня, как вы видите, заслуженный мастер спорта, это исключительно все-таки. Всех заслуженных мастеров спорта в таких контактных единоборствах, тем более по смешным правилам, ну, не знаю, попасть по одной руке, наверное, можно сосчитать. Там в каждой федерации по одному, по два, может быть, это очень высокий уровень. И в то же время, вы говорите, еще и талантливый тренер. Да. Это, скорее, исключение. Тем более тренирует он не где-то в большом городе, а в городе Людиного, Калужской области. Можно сказать, городок 20-30 небольшой. Он, конечно, там. Вообще в Калужской области он сейчас лучший спортсмен Калужской области, неоднократно признавался. Вот интересную тему вы затронули. Я хотел спросить, насколько широко армейский рукопашный бой развит в России вообще? Ну, я, поскольку, я думаю, он связан с вооруженными силами, наверное, в общем-то по всей стране, наверное, развить. Но где-то вот сильнее, где-то более школа сложилась, лучше, где-то нет. Да, знаете, честно говоря, с одной стороны, вооруженные силы дали хороший импульс развитию вида спорта. Это первое. А второе – это нацеленность на развитие вида спорта среди юношей. И здесь действительно уже сложились школы. Ну, это, прежде всего, конечно, школы армейского рукопашного боя в Московской области. Сейчас очень сильно прогрессирует Кабардино-Балкарская республика. Вот мы видели Нагоева Анзора, который стал победителем в 60 килограмм. А команда в прошлом году Кабардино-Балкарской республики, позапрошлым, стала чемпионом России в командном переносе. Сильная команда, конечно, Краснодарского края, очень хорошими традициями Омская область, сейчас Иркутская область, соответственно, естественно, Санкт-Петербург, как один из альмаматоров, Рязанская область. Ну, вот основные такие центры, наверное, развития, где больше всех мастеров спорта. А так, и Дагестан, хорошая школа, неплохая школа, и Астраханская область. Знаете, сейчас очень много, в пределах 15 регионов, которые могут бороться за первые места, потому что в прошлом году первое место Игорь Исайкин, да, здесь он поувереннее вел бой, одержал уверенную победу. Потому что в прошлом году Россию выиграли у нас Самарская область.